Добро пожаловать на мой урок. Reaper – мощная программа для записи и редактирования звука, работающая как на Mac, так и на PC. От других подобных программ Reaper отличается простотой и настраиваемостью, то есть мы можем изменить эту программу так, как нам удобно для нашей работы. Поэтому, если вы переходите на Reaper после использования какой-либо другой рабочей станции, то вы можете изменить все комбинации клавиш, тулбары, меню и даже поведение мыши, но удобные для вас. А если Reaper – ваша первая рабочая станция, вы все равно можете создать свой собственный способ работы в ней. Поэтому не вы осваиваете Reaper, а Reaper подстраивается под вас. Давайте разберемся с основами. Когда вы запускаете Reaper, вот что вы видите. Вот здесь находится монтажная область. А слева у нас треки. Сейчас треков нет. Но мы можем легко их создать, просто сделав двойной клик мыши. Двойной клик. И вот трек. То есть треки создавать очень просто. Удалять их тоже легко. Нажимаем клавишу Delete. И трека нет. И что классно в Reaper, так это то, что треки могут работать с любым типом данных. В Reaper нет миди-треков, аудио-треков, окс-треков, треков-шины или видео-треков. Любой трек может выполнять любую функцию. Причем даже одновременно. То есть трек одновременно может быть аудио-треком, миди-треком, видео-треком или треком-шиной. Это упрощает нашу работу. Вам не нужно думать, какой тип трека вам нужно создать. Вы можете просто создать его, и потом уже решить, что на нем будет. Миди, аудио, видео или шина, или даже папка. Мы рассмотрим это позднее. Reaper проигрывает аудио или видео слева направо. То есть любой айтем в монтажном окне проигрывается слева направо. Вот здесь находится временная шкала или линейка. Единицами времени могут быть доли, секунды или тайм-код. Давайте перетащим сюда какой-нибудь аудиофайл. Создадим еще один трек. Зайдем в нужную директорию. И вот тут у меня драм-бит, синт-лайн и пиано. Давайте их перетащим на треки и послушаем. Сначала драм-бит. Бросаем сюда. Послушаем. Мы можем добавлять в наш микс новые аудиофайлы. Каждый на свой трек. Перебросим сюда синт-лайн. Добавим еще трек. Берем файл пиано и помещаем сюда. Как видите, очень легко добавлять разные партии поверх друг друга, создавая тем самым микс. Вот эти все три аудиофайла в монтажном окне называются айтемами, или медиа-айтемами. Мы можем перемещать их, вот так. Теперь айтем начнет играть раньше. А пиано сместим вот сюда. Можем удалять их клавишей delete. Можем делать отмену действия. Можем копировать и вставлять их. Копируем. Вставляем сюда. Можем зацикливать, делать луп, захватив мышкой вот здесь и протащив вправо. Теперь аудио зациклено, вот отсюда до сюда. Мы можем также делать вводные и выводные фейды. Выделим эти айтемы и сделаем для них fade in. Теперь уровень их громкости плавно нарастает. Поменяем кривую фейдов. Вот как они звучат. Точно так же можем сделать и fade out. Выделим их все. И тянем вот здесь. Делаем выводной fade. Изменим кривую. И у нас получился плавный fade out. Область программы, где располагаются треки, называется панелью управления треками. Или просто панелью треков. Мы можем управлять звуком из этой панели. Давайте удалим вот это. Уберем фейды. И мы можем вносить регулировки прямо из панели треков. Опустим громкость трека synth line. И пиано. Теперь будет слышен только драмбит. Теперь мы можем постепенно добавлять synth line. То же самое с пиано. Вот так мы можем добиться идеального микса нашей песни. На панели треков мы также можем мютировать треки. Замютируем барабаны. Теперь мы их не слышим. Или включим соло на треке synth line. Мы можем делать панорамирование. Давайте сместим панораму трека synth line влево. А пиано вправо. То есть мы можем разделить наш звук между динамиками. И к каждому звуковому файлу мы можем применить эффекты. Эквализацию, компрессию, реверберацию, дилей. Но мы разберем это позже. Но все это можно сделать прямо на панели управления треками. Эффекты включаются вот здесь. Вот эта кнопка включает посылы. А автоматизация включается вот здесь внизу. Для управления звуком, кроме панели треков, в нашем распоряжении микшер. Зайдем в меню вид. Выберем микшер. Он появится вот здесь. Это наш микшер. Его регулировки похожи на регулировки панели треков. Только фейдеры здесь посимпатичнее. Вернем панораму в центр. Подрегулируем. В микшере лучше видны относительные уровни сигналов. И регулируются они вот здесь. Сейчас микшер находится в докере, вот здесь внизу. Мы можем добавлять в докер и другие окна. Например, матрицу маршрутизации, свойства, медиапроводник. Да любое окно. Изменю вид. А чтобы скрыть докер, нужно убрать галку с докера. Он скрывается. И у нас появляется больше места для панели треков и для монтажного окна. Мы также можем регулировать высоту и ширину треков. Я могу поменять высоту у этого трека, вот так. Или у этого. Или могу изменить ширину всех треков, вот так. Сделав ее меньше. Или же полностью скрыть стреки, расширив монтажное окно. А здесь находится наш тулбар. Он позволяет делать регулировки, либо показывает, какой режим в данный момент активен. Например, мы можем включить режим замка, Lock. Тогда мы не сможем перемещать айтемы, они заперты. Нажмем еще раз. И теперь мы можем. Можем отключить сетку Grid. Теперь мы ее не видим. Вернем ее. Тут много других вещей. Рассмотрим их позднее. Но важно отметить, что тулбар мы можем полностью поменять. Он полностью настраиваемый. Мы можем убирать кнопки из тулбара, добавлять их. Мы также можем создавать новые тулбары. Делаем правый клик мыши вот здесь. И здесь мы можем переключиться на любой пользовательский тулбар. Например, на этот. И здесь у нас может быть целая куча кнопок, которые мы можем поменять. Вернем основной тулбар. Он выглядит вот так. А вот эта панель внизу называется транспортной панелью. Отсюда мы можем запускать воспроизведение, останавливать его или запускать запись. Это кнопка Play, Stop, Pause. А это кнопка записи. А это кнопка лупа, зацикливание. Нажмем ее. Выделим область лупа. И теперь в пределах этой области будет создан луп. Здесь показано время. В тактах и долях такта. В минутах и секундах. Здесь мы можем изменить темп. Например, заставить трек звучать быстрее. Поставим 120. Темп мелодии возрастет. Мы можем менять темп прямо на ходу. А здесь мы можем изменить скорость воспроизведения. Звук при этом растянется. Можем увеличить скорость. Скорость увеличилась. Можем замедлить. Двойной клик возвращает нормальную скорость. Мы можем также увеличивать или уменьшать вид с помощью колеса мыши, если она у вас есть. Делать зум. Если вы пользуетесь трекпадом, то зум делается разведением двух пальцев. Сделаем зум вот этой области. Вернем обратно. Мы даже можем настроить работу зума, но об этом поговорим потом. И повсюду работает правый клик. На айтемах. Тогда появится актуальный для айтема список команд. Для медиа-айтемов у нас вот такое меню. Для треков меню вот такое. А для линейки вот такое. Так что если вы не уверены, какие варианты у вас есть, просто сделайте правый клик, и вы увидите, какие команды в вашем распоряжении. Если у вас трекпад, то для правого клика сделайте клик двумя пальцами. Например, правый клик по кнопке Mute выводит на экран меню, актуальное именно для кнопки Mute. То же самое для Solo. При наведении курсора мыши на какую-нибудь кнопку появляется подсказка. Наведу курсор сюда. Появляется подсказка, которая говорит нам, что это режим замка. А эта кнопка, например, делает привязку к сетке. Здесь линии сетки. Так что опять-таки, если вы не уверены, что делает та или иная кнопка, просто наведите на нее курсор. Как я уже говорил, Reaper полностью настраиваемый. Все вот эти меню можно полностью изменить. Вы можете выбрать свои собственные действия. В этих меню вы можете менять названия действий. Можете удалять их отсюда. Тут все можно поменять. Менять можно не только меню, но и темы программы. Reaper может выглядеть совершенно по-другому. Сейчас у нас тема пятого Reaper по умолчанию, но мы можем ее поменять. Заходим в опции, темы, и выбираем другую тему. Например, эту. Теперь Reaper выглядит вот так. Или вот эту. Imperial. Посмотрите, какой тут микшер. Очень модный. Или вот эту. Еще одна крутая тема. Вы можете создавать свои темы или скачивать готовые из интернета. Просто наберите в поисковике темы для Reaper, и вы найдете их целую кучу. Сейчас вернем тему по умолчанию. В каждой теме вы также можете изменить макет, лей-аут. Например, макет треков. Заходим в опции, Layouts, Track Panel. И вот тут все доступные макеты треков. Я пользуюсь макетом Large, чтобы было лучше видно. Стандартный макет вот здесь. Вот так он выглядит. Или можем выбрать макет Small Full Meter. Теперь измеритель уровня занимает больше места. И лучше видно, какой уровень громкости у трека. Очень удобно при записи с таким большим измерителем уровня, в отличие от такого. Здесь он чуть меньше. Для микшера тоже есть макеты. Заходим в Layouts, Mixer Panel. И вот все макеты, которые мы можем применить к микшеру. Сейчас у нас активен Session Mixer. Попробуем Strip. Вот такой. Намного тоньше. Макет Large Sidebar. Вот такой. Или любой другой макет на ваше усмотрение. Выбор макетов определяется темой. Каждая тема имеет свой набор макетов. Для управления поведением Риппера у нас есть огромное количество предпочтений. Заходим в Options, Preferences. И в этом окне перечислены все наши предпочтения работы Риппера. Их много. Общие. Для проекта. Для звука. Для звукового устройства. Для внешнего вида. Все компоненты, чью работу вы хотите изменить, находятся здесь. И эти предпочтения общесистемные. То есть, внеся в это окно изменения, Риппер изменит свое поведение по отношению к вашему компьютеру. И все ваши предпочтения тоже могут быть сохранены. В общем, как видите, Риппер может быть очень сложным. Но в то же время он очень простой. Когда вы знаете, как он работает. И в этом курсе мы будем вместе разбираться, как он работает. Я расположил главы курса в определенном порядке. Начнем мы с простого, чтобы вы привыкли к программе. Но постепенно мы будем усложнять материал. Так что я рекомендую смотреть уроки по порядку. Особенно, если вы новичок или только начинаете работать в Риппере. Впоследствии вы можете пользоваться этими главами в качестве справочника, возвращаясь к ним в случае появления разных вопросов. Риппер за счет своей настраиваемости очень сложен. Поэтому некоторые аспекты Риппера в этом курсе не рассматриваются. По крайней мере, не так подробно, как можно было бы. Поэтому рекомендую зайти в раздел «Видео» на официальном сайте Риппера или в форум. Там вы найдете видео, в которых некоторые темы рассмотрены более подробно. Например, модификаторы мыши. Я записал 12 видеоуроков, в которых рассматриваются одни только настройки поведения мыши. И они очень мощные. Но подойдут не всем. Я буду касаться этих тем в нашем курсе, но на этой странице вы найдете более подробную информацию. И по ходу курса я буду напоминать вам об этих более сложных темах. Я бы добавил эту страницу с закладки и проверял ее регулярно, потому что каждый месяц там будут появляться новые видео. Короче, давайте приступим к изучению Риппера 5. Поехали.